Привет, зритель! Сейчас будут пустые баночки за март, апрель и май. За весну. Весну 21 года. Они у меня вот тут валяются. Лежат, лежат. Благородно лежат. Тут на нас ещё осталось, но на сегодня 26 мая, так что, Алиса, не трогай штатив. Так что ещё вполне возможно я вот тут как раз и заюзаю до конца-то мая. Это у нас как бы гель для душа, свежая косметика с пребиотиками, супер фреш, цветочное масло для душа, питательное, упакованное под вакуумом, без консервантов, 55 рублей цена в фикс-прайсе, фитокосметик. Но я его юзала как шампунь, потому что гель, во-первых, это не масло нифига, но я его покупала и думала, вау, оно, наверное, как это и фрешевское масло для душа фигня. Во-вторых, оно как-то не особо пенится, но пахнет оно ещё как-то странно. На второй день открытия у душа было уже такого, будто оно прокисло. После вскрытия 30 дней оно живёт, но так как оно никак не зафольгировано было и вообще, ну мало ли кто там до меня его вскрывал, короче, ещё кто-то в комментах написал. Тут столько всякой химии, что типа, ну не очень много химии, конечно, но всё же. Короче, суть такая, что как шампунь, оно очень хорошее. Вот я сегодня мыла волосы, при том, что я мыла волосы днём, у нас утром отрубили воду, из-за какой-то аварии потом рубили. А сейчас уже где-то полдевятого, и волосы ещё вполне себе ничего. Короче, как шампунь он хороший, а как гель до душа, парашка. Ну, кто-нибудь скажет, за 5 рублей, 55 рублей, что-то я ожидала, хотела сказать за 5 рублей, даже сказала. В общем, вот это фикс прайсе. Подаётся, как шампунь отличная штука, как гель не особо. Но он у меня в простых баночках, и он закончился практически. У меня закончилось. Особая серия шампунь, фитоукрепление, крапива и чёрная смородина для слабых и ломких волос. Хорошая штука, 40 с чем-то рублей покупала в магазине нужные вещи, 250 миллилитров. У меня подобная особая серия уже был, шампунчик. По-моему, в прошлом году я его ещё и узала в деревню, даже вроде как брала хороший шампунчик. Если увидите, за 40 с чем-то рублей берите, даже если за 50 берите. Но на Вайтберрис, я как-то даже на Озон видела, он стоит как-то 200 с чем-то. С какого перебогу? Короче, очень хорошая штука. Хорошо волосы промывал. У меня закончился, но можно тут срезать и всю остатку выбрать уже. Потому что здесь вот он не откручивается, только вот так вот делается. Крем для рук Гринмама для очень сухой кожи рук. Календула и масло смородины 100 миллилитров. Тут был очень хороший крем, мне очень нравится. Раньше в Гринмаме в подарок за заказ вот такие кремики, только 50 миллилитров удавалось. Я помню, у меня коллекция прям была этих кремиков. И всем подряд, ну, всем тогдашним, типа, хвызьям раздаривала. И родственникам задавал. Хороший кремик. И вот он закончился. У меня закончился. Я забыла совершенно в уходе показать бальзам для губ и другой бочоночек кайлаша. Только сейчас вот вспомнила, когда стала пустые баночки писать. Но думаю, это не сильно критично, что там без бальзама осталось. И без кайлашика, да? Кайлашик у меня закончился. Там можно еще совсем чуть-чуть пальцем наскрепить. Это тот, который мне, по-моему, на обзор приходил. Потому что один я покупала. Один я покупала для своих пожилых родственников в деревню. Ну, и один у меня был. Точнее, их два было на обзор. Один маленький, другой побольше. Один 60, другой 30 миллилитров. 30 миллилитров я родственникам отдала. А этот тут у меня закончился. Это, в общем, на обзор приходил от Маинзи. Маинзи. Его можно там купить на Вайтберрис. Плейлист Маинзи. И там два ролика только. Вот один исключительно про Кайлаш-Живан. Можете просто забить Кайлаш-Живан у меня на канале. В поиск. И выйдет это видео. А другой вот чисто про сам магазин Маинзи. Хорошая универсальная штука очень. Спасибо Маинзи за средства, предоставленные халявно на обзор. У меня практически закончились. Там совсем чуть-чуть. Он через раз выпрыскивается. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Мои любимые духи от Ифраше. Мои первые. Там двое было духов Ифраше, которые были моими первыми. Я всегда что-то подала. Короче, цветочная диска флавопатий. Которая уже снята. В 2011 году они изобрелись. В 2011 году я с ними познакомилась. И тут 50 миллилитров. Я крышечки от них сохраняю. Пахнет мандаринками и малинкой. Цитрусовыми и сладкими цветочками. В общем, у меня крышечки от разных. Еще раньше до этого сохраняла. А теперь, я думаю, сам флакончик оставить. Тут, ну, видно, что совсем чуть-чуть осталось. Это пустая практически баночка. Я их даже не прыскала последние недели-две. Оно у меня как-то стояло. Надо, кстати, попрыскаться. Чего уж. И я думаю, может его... Да, вот немножко тут есть. Вот оно, короче, у меня раритетным флакончиком. Стоять будет. Я буду на него молиться. Да-да, честно-честно. Я на самом деле просто на память оставлю такой флакончик. Спасибо, Лелечка, за подарок такой шикарный. Ну, и очень жаршую. Хорошо сняли их исправить с боском. Так. Следующая пустая баночка. У меня закончился бальзамчик. Ну, я думаю, его это... Совсем чуть-чуть ещё осталось. Можно даже как-то это намазюкаться. Но у меня сейчас от Эйвен помада на губах матовая, которую мне Лелечка дарила. Короче, я хочу вот это выскрипсить, оттуда вымыть. И потом свой какой-нибудь бальзамчик из воска и кокосового масла залить. Вот оно вот так вот раскрывается. Такая вот как бы девочка. На Али покупала, не помню почём. Ну, в общем, хороший такой бальзамчик для губ. Гигиеничечка. Вот оно закончилось. Так, всё у меня тут. У меня закончилось это мыло. Там буквально 2-3 малюсеньких обмылочка осталось. Там с 1,5-2 пальца. Это подарок от подписчицы Лёли. Завод братьев Крестовниковых. 1855 год. Основан крем-мыло миндаль. Очень большой кусок. 190 грамм месяца на три. Его где-то хватило. Очень экономичное, очень хорошее. Я им даже юзалась, как вместо геля для душа. Кожу не сушат. Очень классно, короче. Спасибо, Лёлечке. Вот оно в пустых баночках. Так, чего у меня тут? Как истратить дофига овер эфирного масла, которое у вас стоит, ждёт своего часа для эфирной ламм, для, пардон, арома ламм, для каких-нибудь домашних косметик. Заведите котёнка. Котёнок будет лазать где не надо. Делать то, что не хочется. Ну, в смысле, драть обои. Я тут обнаружила, что от Тишки остался подарочек. Я думаю, надо же, как он сильно их ободрал. А это нет, это не Тишка. Это уже вот Алиска, имея при этом когтеточку. Короче, моя любимая фирма, выпускающая эфирные масла, натуральные масла. Так и называются натуральные масла. Кстати, натуральные масла я нашла, кстати, на White Beres. Кстати, кстати, уже много раз говорила. Это, кстати, даже в закладки закинула. А так их можно купить исключительно в аптеке. В общем, раньше можно было исключительно в аптеке купить. Теперь ещё можно и на White Beres. И по штучной, и наборчикам. Я там видела разные масла. По 4 штучки. Сладкие апельсины, эфирное масло. Закончилось Говорят, что кошки не любят цитрусовый аромат Но я его юзала по большей части В аромалампу, но еще капала на ватку И протирала те места, где не хотелось бы Чтобы кое-кто ходил У меня закончилось эфирное масло Натуральное масло грейтфрут У меня закончилось эфирное масло Натуральное масло эвкалипт Эта коробочка там где-то должен быть Слакончик Вообще эвкалипт я покупаю по большей части Для добавления Во время приготовления Воскового дезика эфирное масло Какое-нибудь там Чайное дерево Лаванда, еще что-то У меня наверное есть какой-нибудь ролик По приготовлению дезика из кокосового масла И воска пчелиного А возможно есть просто Инструкция по применению В каждом ролике в инфобоксе Есть ссылка на вконтактовую группу И там как раз есть эта инструкция Для применения эвкалипт Ну как бы можно ароматизировать Помещение в эфирную Аромалампу я использовала Для приготовления домашней косметики Ну и вот от кошечки Отпугивания А еще можно помазать Немножко вот так вот по капельке Если у вас мигрень И в принципе помогает Вот еще одно натуральное масло Точнее эфирное масло От фирмы натуральное масло Закончилось Закончился розмарин По большей части Юзала его вот Так же как Допустим чайное дерево Несколько капель Розмарин Несколько капель И уже как ароматизатор Аромат Эвкалипт То можно эвкалипт Заменять допустим На розмарин Вот два из них И ароматизировать Уже допустим Цитрусовый Мятой Или еще чем-то Так Это у меня 4 эфирных масла Которые закончились И у меня закончился Не поверишь зритель Вечный крем Который год с лишним жил Гринмама Ночной крем Для лица Чистая кожа Пион и чага 100 мл Очень экономичный Я его юзала И на ночь И утром И как крем для рук Чаще забывала Его юзать Как крем для лица Юзала Как крем для рук Иногда просто Что-то помазать Его юзала Иногда На ватку выдавливала Лицо Протирала Как будто это Лосенечка Литоник Очень классный крем Спасибо Гринмаме Что они все еще делают Надеюсь его еще делают Очень экономичный Несмотря на то Что написано 6 месяцев после вскрытия Дальше помер Он у меня жил Больше чем 6 месяцев После вскрытия И вполне себе Функционировал Я видовала Из него практически все Можно конечно Сверху вот срезать И пустить его На его остатки Как крем для рук В общем вот такие У меня пустые баночки Всем спасибо за просмотр Пока Не забудь поставить Палец кверху